Девушки отдыхают Трихагер! Мы познакомились, наблюдая за Бриззи. Знаешь, она член общества по охране редких существ Эквест-3. Как мило! Мы отлично проведем время вместе на грандиозном галлопирующем балу. О, я ждал, когда ты меня пригласишь. Я бы с радостью. Ой, о нет. Боюсь, я уже пригласила Трихагер. Прости, Дискорд. Я думала, у тебя есть билет, раз ты дружишь с принцессой Селестией. Мне даже в голову не пришло, что тебя могли не пригласить. Кого? Меня? Наверное, билет потеряла почта. Пустая, как же ребята говорят. Ладно, мне пора. Но мы не ели вторничные пирожные. Что ж, придется в этот раз отменить их поедание. Хо-хо-хо, эй, я сказал, это слуд. Хо-хо, то есть пока. Милая пони, милая пони. Милая пони, тебя так долго ждали. Милая пони, волшебством своим весь мир освети. Искры смеха и добра от чистого сердца даришь нам. Приключений с нетерпением ждешь. И волшебством в себе несешь. Милая пони, давай скорей с тобой дружи. Дружба – это чудо. Где искорка? В Катерлоте. Помогает принцессе Селестии готовиться к балу. Это ваш первый грандиозный галлопирующий бал. Волнение, предвосхищение. Я не пропущу его за все самоцветы Эквест-3. Мы идем на бал! Мы идем на бал! Мы идем на бал! Давайте-ка потише. Это не такое уж важное событие в вашей жизни. Моя сестренка стала взрослой! Эй! Это будет лучший вечер жизни! Вряд ли у этих очаровательных милашек есть собственные билеты на этот глупый, грандиозный, галлопирующий бал. Чтобы ответить на твой грубый вопрос, они наши спутницы. Наши плюс один. Мы плюс один! Мы плюс один! Мы плюс один! Да, да, да! Поверьте, я понял, понял! Да! Чудесного, особого, фантастического дня! Привет, Дискорд! Хочешь торт? Я могу тебе дать список всех вкусов. У нас есть все. От очень вкусного до поразительно вкусного. Вообще-то, Пинки Пай, кого ты берешь на... Вернее, ты... Знаешь что? Я проголодался. Я возьму все торты. Все торты? Он хочет все торты! Мне нужно больше энергии на балу. Если я пойду, конечно. А, кстати, ты берешь с собой кого-нибудь? Да, конечно! Я хотела позвать маму, потому что она же моя мама. Она не хотела идти. И я начала спрашивать всех-всех-всех. И не могла никого найти. Уже думала идти одна. А потом поняла точно, кто любит модные тусовки больше всех пони. Моя сестра Мот! Знаешь что? Отмени мой заказ. Теперь ты не хочешь торты! О, нет. Ты и правда такая смешная. Похоже, сегодня все в Эквестрии смешные. Ой, какая я невежливая. Трихагер – это Дискорд. Дискорд – Трихагер. Шикарно. От тебя идут крутые вибрации. Класс. Вибрации? Это комплимент. А, я не сомневаюсь. Что ж, мне пора идти. Это никак не связано с тем, что я хотел увидеть тебя. Не сомневайся. Ха-ха-ха. Желаю вам хорошо повеселиться на балу. Отпад. О, Трихагер, ты такая хорошая подруга. Такая смешная. Намного смешнее, чем не смешной старый Дискорд. О, нет, нет. Вот, возьми мой плюс один. Я настаиваю. А то кто-нибудь подумает, что он мой друг и что он надеется на приглашение. Что это? Беспокоишься, что Дискорд обидится? Не проблема. Я могу завести новых друзей, как только захочу. Это не имеет никакого значения. Я даже не хочу идти на этот бал. Ты, случайно, не меня ищешь? А вы? Дискорд или житель дома? Я не могу найти тут номера домов. Мой билет на грандиозный бал и голоконцерт! Меня пригласили! Почему ты так задержался? Ну, я немного заблудился, бегая от летающих барсуков. Не указайте мне направление к бездонной бездне. Оттуда я сам найду дорогу. Вон там где-то, лети прочь. Похоже, мы увидимся на балу, Флаттершай. Но я не могу идти один. Она подумает, что она мой единственный друг. Кто быстро даст согласие пойти, а? Я очень благодарна, что ты взяла на себя часть обязанностей по организации балла в этом году. Я всегда готова тебе помочь. Спасибо, Искорка. Будет приятно впервые просто насладиться баллом. Прибыли дух раздора Дискорд и его гость... Смузи! Добрый вечер, пони! Какой прекрасный вечер! О, он любит блестящие предметы, баловник. Я с ними разберусь. Что ты делаешь тут с этим? Но-но-но, смузи может и это, но у этого есть сердце. Пусть оно и с жижи. Этот вечер очень важен для меня, Дискорд. Держи это под контролем. Да-да-да, конечно. Скажи мне, ты не видела Флаттершая? Мы здесь! Мы здесь! Мы пришли на бал! Правда? Аура, исходящая от водопада, была такой живой, такой волшебный феномен. Класс! Ого! О, Флаттершай, а я тебя и не заметил. И как же ты придумала искать ауру в водопаде? Кхе-кхе-кхе! Ха-ха-ха! Да! Ха-ха-ха-ха! Дискорд! Я думала, ты не придешь. Нет, я такого не говорил. Но забавно, что ты это так запомнил. Ладно, рад видеть тебя. Три-четыре... Как там? Я вдруг забыл твое имя. Как странно. Приятно познакомиться. Я Три-Хагер. Благодать. Вообще-то мы с тобой уже встречались. Круто! То есть в другой жизни, да? Ты что, шутишь? Ты что, не помнишь меня? Я встречала много разных существ. Каждый из них идеальный и уникальный. Ну ладно, что ж, как я говорил, как здорово быть с моим старейшим и ближайшим другом. Я правда твой старейший и ближайший друг? Ты? Ха-ха-ха-ха! Конечно, нет. Думаешь, у меня нет других друзей? Мне много веков. Я говорил о Смузи. Смузи, дружище! Смузинатор! Так мы звали его еще в колледже. Смузи! Я хочу познакомить тебя с Флаттершай. И три... как там? Три поросенка? О, мне нравится. Это в ритме с моей жизненной силой. О, может сменить имя? Хе-хе-хе-хе-хе! Не могу поверить, что ты раньше не говорил про Смузи. Похоже, что вы очень близки. Ну, я рад, что ты это поняла. Потому что это правда. Мы действительно очень близки. Это так чудесно! Нам вчетвером стоит как-нибудь поужинать. Нам стоит как-нибудь поужинать? Ты бессердечная! А-а-а! Ой-ой-ой! Какие-то пони хотят пообщаться! Мы скоро вернемся. О, хорошо. Мы с Тризи хотели бы еще поболтать с тобой. Тризи? Правда? Какое-то детское прозвище, тебе не кажется? А-а-а! Смузи, подожди, малыш! А! Смузи, подожди. Слушай, Смузи, повеселись немного один и оставайся тут, пока я не вернусь за тобой. Это так что? Хе-хе-хе! 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 Хе-хе! Хе-хе-хе! Что смешного? Именно! Хе-хе-хе! А-а-а... Пожалуй, мы пойдем потанцуем! Ваттершай, расскажи Хаге о том, как мы пошли в магазин и вернулись с двумя тортами вместо одного Вот так мы веселимся, когда мы вместе, да? О, мы пошли в магазин и купили два торта Ну, ты пропустила все веселье и легкомысленность, но я уверен, ты поняла, Три Хагер Я поняла, что вам нравится торт Мы нравимся друг другу, в этом смысл Я вообще равнодушен к тортам Пустите меня! Чудовище отняло мои украшения Дискорд, ну я же просила следить за своим другом Перестань, у меня есть дела получше, чем следить всю ночь за этим Я имел в виду, что эта штука, мой дорогой друг, я прислежу, чтобы слизь, которую он непроизвольно выделяет, не пачкала пони Спасибо Все хорошо, пони Продолжаем наслаждаться волшебным вечером Из-за тебя я выгляжу глупо перед Флаттершай Я вернусь, когда балл закончится О, Три Хагер, я не встречала такой смешной пони, как ты Раз, 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 он работает Добрый вечер, жеребята и те, кто моложе Я только что прилетел в Хантерлот Ужас, как устали мои разные части тела У меня лишь маленькие крылья разного размера А летаю я лучше, чем сумеречная искорка Верно? А? Бжик! Эй! Может, больше юмора из наблюдений? Вы замечали, что всегда материализуешься из ниоткуда? Почему ниоткуда-то? Что это за дела? Сложная публика Что это он делает? Кажется, это шутки Вот, шутки! Мои любимые Тук-тук Вы же должны сказать, кто там Это же базовый анекдот Это ты, базовый анекдот Какая ты смешная, Монс! Что это такое? Девушки отдыхают Моё волшебство не влияет на эту жижу Ты её остановишь? Я боюсь, что нет Дискорд, как ты мог его привезти? Ой, ну не настолько же он плох Мои туфли испорчены навсегда! Тебя это волнует? Серьёзно? Это ерунда какая-то Да неужели? А этого могло бы не случиться, если бы я стал кое-чьим плюс один Похоже, что-то нарушило его равновесие Его чувства как бы сильно задеты Ты ничего не знаешь о редких животных Я знаю, Смузи много веков Он не расстроен Он круто зажигает Ему нужна как бы успокаивающая аудиотерапия Я знаю, обычно ко мне приходит умиротворение Когда я купаюсь в позитивных вибрациях Может его успокоит звуковая нега? Ты хоть поняла, что сейчас сказала? Давай, Смузи, наслаждайся! Получилось! Да! Это самое волшебное преображение животного из всех О, спасибо, пони Ваше волшебство не действовало по кармической причине Он реагирует на вибрации, усмиряющие его энергетические поля Прекрати! Хватит! Все! Ты мне надоела, трехагер! Обалдеть! Ты меня уже запарил Можешь говорить потише на тютельку? На тютельку? На тютельку! На тютельку! О, старик! Что это? Расслабься, я тебя не трону Лишь пошлю в другое измерение Чтобы ты никогда больше не влезала в мои отношения с Флаттершайнер Дискорд, остановись Остановлюсь, как только она исчезнет А потом мы над всем этим посмеемся у тебя за вторничным чаем Не беспокойся, Флаттершай Мы его остановим Я делаю ей одолжение, Флаттершай Это чудесное измерение Большие песочные пляжи Внимательная обслуга Ну ладно, допускаю, немного влажно Но где в наши дни иначе? Я не могу понять, почему ты это делаешь? Мы все так отлично ладили Ладили? Насколько могли? И это принимая во внимание, что ты потопталась на нашей дружбе Пригласив ее на самый важный вечер года Как будто я пустое место Ты правда думал, что я бросила тебя, потому что у меня новый друг? Да! Ты так и сделала! Нет, Дискорд! Я пригласила подругу на вечеринку Я тебя вовсе не бросала А если бы у тебя был друг, с которым ты бы мог обсудить магию раздора Значит, мы бы уже не дружили? Нет, наверное, да Просто у меня были бы разные друзья для разных дел Кошмар, кажется, переборщил на тютельку Скорей на много тютелек! Трихагер, дашь нам минутку? Тебе не трудно? Я еще новичок в сфере дружбы Все сложнее, чем кажется Ты не хочешь кое-перед кем извиниться, Дискорд? Не передо мной! О, о, да, верно Трихагер, прости, что ты стал объектом моего, ну, гнева О, да все классно Мне понадобится пара минут очистить чакры, прежде чем я обниму тебя более искренне О, твои чакры Я понимаю Я должен извиниться с музеем Я весь вечер думал только о своих чувствах и забыл о твоих Что ж, друзья Возможно, мне в конце концов и понравится это многодружие И мне нравится Эй, что за вечеринка, если никто не разольет по всему бальному залу неподвластную магии слизь? Пошлись, музеатор, потанцуем! Прости, принцесса Селестия Я думала, что дам тебе отдохнуть Похоже, я была слишком самонадеена Тебе не за что извиняться Это самый веселый бал за многие годы Я знаю Это было... Что? Но ведь везде была слизь А один из гостей даже пытался отправить пони в другое измерение Я помню А представляешь, как было бы скучно, не пригласи я Дискорда Пошли! Хау! Вечер только начался Девушки отдыхают Нужен был ответ «да» Я придумала новую систему расположения книг Она позволит найти книгу на три четверти секунды быстрее! Ого! Так быстро! Посмотри на них Нам надо разложить где-то 20 тысяч штук У-у-у! Лучший длинный выходной в жизни! Уверена, что мы найдем время для массажа когтей и спины Да! Лучший длинный выходной! Ого! Этот странный круглый шар в небе! Что это? Ладно, ладно Мы некоторое время не видели солнца Некоторое время мы были в библиотеке целых три дня! Да, но это были три очень продуктивных дня Даже при том, что ты прервался на двухчасовой массаж Эй! Если мне обещали массаж, я получу массаж Но мы же ничего не пропустили Привет, Дискорка! Привет, Спайк! Привет, Радуга Дэш! Рада встрече, Дискорд! Вы репетировали прежде, чем найти нас? Почему ты так решил? Перестань, Радуга! Что тут происходит? Прости, мы с Дискордом веселимся! Как обычно! С каких это пор? О, Искорка! Мы отлично проводили время последние три дня! Должен признать, это было... Отчет смешно! Хитрый змей! Я просто шалю! Очень смешно, Дискорд! Правда? Просто это наша шутка с прошедших выходных Ты не поймешь, тебя там не было Ладно Здорово, ладно! До встречи, Искорка! Увидимся позже! Искорка! Это странно, правда? Как давно Радуга и Дискорд шутят между собой? По всей видимости, последние три дня! Эй! Никто не заставлял тебя заниматься со мной книгами! Я шучу! Я шучу! Рарити! Искорка! Ты вернулась после выходных среди книг! Вся эта уборка пошла на пользу твоему цвету лица! Спасибо! Я хорошо отдохнула И мы очистили место для старых книг, которые ты хотела пожертвовать Они не старые, милые Они винтажные Книги вон там Среди них моя любимая От моего любимого контрлодского звездного дизайнера Рококо Фру-фру О, я ее обожаю! Не ее, его Эх, их обоих Искорка! Мы встречаемся сегодня уже второй раз! Какой я везучий! Ты же только что был с... Привет, Искорка! Привет, Спайк! Как ваши книжные выходные? Было здорово! Апельсин? Ты рада, что ты это сделала? Апельсин! Ты такая шутница! Пожалуйста, я краснею Ты и правда стала как... Апельсин! Апельсин! Ой, прости, дорогая Мы были на яблочной аллее И... А как же это объяснить? Я нарисую ей картинку, дорогая Дорогая? Понимаешь Мы все были на яблочной аллее И я превратил деревья в самое... О, кого я обманываю! Я ничем не могу помочь Надо было там быть, дорогая Мы бы и тебя пригласили Но не хотели мешать тебе прибираться Мы знаем, что это важно для тебя И я уверен, что это намного важнее, чем наше веселье Ха-ха-ха-ха-ха Я благодарна за это Кстати, о книгах Надо поставить эти на полки Ха-ха-ха-ха-ха Радуга Дэш подружилась с Дискордом Рарити находит его шутки смешными Отличные были выходные Кто-то жалеет, что пропустил их? Конечно нет Что у вас тут за истерика Мы просто вспоминали Лучшие выходные в жизни Он везде сегодня, да? О, на чем я закончил Ах да, мы только доели суп А потом Эпплджек сказала Копыт из орехового масла Фу, даже с Джэнном Я не понимаю Это было так смешно Надо было сделать фотографию Вот так будет понятней Наверное, это смешно Что ж, похоже, я тут Влип в историю Влип в историю Прости, Искорка Мы даже не спросили тебя про выходные Все хорошо Ты выглядишь мрачной Кому-то тут нужны обнимашки Я не мрачная Я рада Очень рада, что вам было весело вместе Общие шутки – важная часть крепкой дружбы Мне жаль, что мы так веселились Пока ты, бедняжка, была заперта В дворце Не беспокойся за Искорку Наверное, ты была как в раю Расставляя свои книги Снова Уверена, что мне было так же весело, как и вам Не могу поверить, что я пропустила Все это веселье Я так и знал Ты ревнуешь Спайк Я не ревную Мне жаль, что я не участвовала Потому что мне это помогло бы Исполнять обязанности Принцессы дружбы Не понял Если нашим друзьям понравились эти три дня с Дискордом Значит, дело в тех вещах, которые они делали вместе Если мы узнаем, что это было Это будет настоящим прорывом в науке о дружбе Наверное Я уверена Тебе понравилось разбирать книги? Это будет еще интереснее Спасибо, что пришли Я бы не позвала вас, не будь это важно Мне уже интересно Я хочу знать, какие у вас были веселые моменты Я могу использовать эти методы, чтобы укрепить дружбу по всей Эквестрии Мне это нравится Отлично Идеально Давайте начнем со змея Не знаю, смогу ли я это повторить Слишком смешно Но мы должны Это же во благо Все началось, когда мы помогали бабуле Смит в саду Ты имеешь в виду мою сестру Эппл Блум? Эээээ, все тепло одинаковое А потом радуга Дэш змею увидела Кажется, это был садовый шланг Это была шланговая змея Супер смертельная По-моему, это была большая палка Которая была похожа на шланг В свою очередь, похожа на змею Короче говоря, мы ускакали Она погналась за нами Шланг Змея Палка Змея Шланг Палка Мы все побежали спасаясь Правда это было смешно? Тебе бы надо было быть там Да, было бы неплохо Но тебя не было и все уже случилось Ты что предлагаешь? Путешествие во времени? Конечно нет Со временем не стоит баловаться Надо просто повторить ситуации, которые привели к вашим шуткам Оу, какая гениальная идея Давайте начнем с обеда, с которого начался этот шикарный выходной Который ты пропустила Ты уверена, что это тот стол? А это имеет значение? Для науки все имеет значение Одно изменение в уравнении может сорвать эксперимент Был вот этот стол Итак, вы сели за стол И что потом произошло? Ну, сначала я выразила свое недовольство дизайном меню Простите, что прерываю Но я кое-что заметил Да Скатерть Она не того цвета, что была в ресторане в тот день Правда? Он прав Скатерть была красной Я помню, она не подходила под шрифт меню Это же не значит, что нам нужна новая скатерть, правда? Обязательно нужна Одно изменение в уравнении может сорвать эксперимент Так сказала искорка Какие еще отличия? Ну, какие угодно Я кое-что заметила Я тоже Отлично Немного налево Нет, мое лево Еще немного Нет, 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 нет И немного направо Облако над нашим столом было похоже на мороженое Идеально! Нет, 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 нет Это комнатная температура Официант, официант Сюда Нет, ничего Вы уверены, что ничего не упустили? Какую-то деталь вашего ужина, которая выпала? Не знаю, как остальные, но я считаю, коллеги, мы очень неплохо восстановили детали нашей прошлой встречи Да, правильно Знаешь, искорка, если ты до сих пор не поняла, ты уже и не поймешь Но мне очень важно в этом разобраться, ради всей Эквестрии Давайте еще раз взглянем на собранные данные Точно! Есть одна важная деталь, которую мы забыли Что? Тебя! Меня? Ты не наблюдала за нами Как бы мы ни старались, мы не можем воссоздать наши веселые выходные в точности Потому что ты будешь смотреть на нас А тебя не было Очень хорошая мысль! А это доказывает, что моменты дружбы невозможно повторить Только ради того, чтобы кто-то, я бы даже сказал, некто, тоже поучаствовал в них Еще одна хорошая мысль! Не беспокойся, дорогая Уверена, у тебя еще будет время поучаствовать в таком же веселье, которое было, пока тебя не было Да! И они будут такими же смешными! Это точно! Я не поверю Ни на секунду Тут что-то происходит, Спайк А может и нет Может, хватит мучиться? Признай, что ты ревнуешь Даже если я не могу смеяться над тем, что было Я должна понять, почему им смешно Почему им кажется, что им было так весело и здорово А я не могу их понять В этом нет смысла! Кое-что просто нельзя объяснить Наши подруги думают, что с ними случилось что-то хорошее в мое отсутствие Но это было что-то ужасное Если мы не снимем заклятие, кто знает, что может произойти? Заклятие? Пошли, Спайк Нельзя терять ни минуты! Секора Ты можешь отменить колдовство Дискорда? Какие признаки тебе сказали, что их и правда заколдовали? Им весело с Дискордом Вот признак А-а-а Дружба с Дискордом – это шок Но для чего нам ставить блок? Поверь, они бы не стали так смеяться без колдовства над тем, что не смешно Я-то разбираюсь в юморе Ладно Это зелье снимет заклинание и даст тебе понимание Стоп! Если это зелье, то что варится у тебя в котле? Он смотрится красиво, дает приятный свет Он здесь для украшения Таков тебе ответ Интересно, зачем она вызвала нас так рано? Может, снова приключения с картой? Не-а! Ни у кого знаки не светятся! Может, это не приключения? Может, она расскажет нам, что ей приснилось? Привет, команда! О-о-о! Выглядишь довольной! Я правда довольна! Сегодня мы повеселимся! Да! Но одно маленькое, малюсенькое микроскопическое дело до этого Мне надо, чтобы все пони выпили это зелье, чтобы снять с вас заклятие Чего? Не стесняйтесь Ну и что, что Дискорд заколдовал вас? Чтобы вы думали, что вы отлично провели время И теперь у вас есть общие шутки, над которыми вы все время смеетесь Не беспокойтесь, вы просто немного забылись Я понимаю Ты шутишь? Искорка, милая, мы просто отлично провели время с Дискордом Я помню, мы вчера полдня разыгрывали для тебя сценки об этом Ага Или вы разыгрывали то, что вам казалось веселым, но таким не было Потому что вы были заколдованы и просто думали, что происходящее – это весело Какого удобрения ты надышалась, Искорка? Будьте честны Вы не пьете зелье, потому что в душе подозреваете, что, возможно, Дискорд все-таки управляет вами Искорка, как ты можешь говорить такое? Я знаю, Дискорд еще иногда совершает ошибки, но ты обвиняешь его во зле Да! И ты также обвиняешь нас в том, что мы не поняли его обман За кого ты нас принимаешь? Да! За кого ты нас принимаешь? Вкуснятина! Еще есть Искорка? Привет, Искорка! Команда сказала, что сегодня мы будем все вместе веселиться Команда? Да! Команда копыт из орехового масла Все равно смешно! Версия с колдовством провалилась Это все равно не смешно! Вот если бы ты там была! Но меня не было! Я не участвовала! Возможно, я сама виновата, что осталась дома и разбирала книги вместо того, чтобы веселиться с моими друзьями! Но я этого не делала, верно? Вы это сделали! Вы там были и вы... Меня там не было! Я все пропустила! И ваши шутки, которые я не понимаю, заставили меня... Ревновать? Нет! Я принцесса дружбы! Я не могу ревновать! Конечно можешь, Искорка! И никто тебя за это не осудит! Прости, что заставили тебя это чувствовать! Вы не сделали ничего плохого! Вам же можно что-то делать и без меня! А тебе можно немного ревновать! Но ты должна признаться себе в этом, чтобы отпустить это чувство! И знаешь, не заставляй нас разыгрывать тебе все моменты, когда тебя не было! Конечно, ничего этого не было бы, если бы я не уговорил всех пони не приглашать тебя в эти выходные! Они хотели меня позвать! А ты убедил их не приглашать меня? Я считал, что тебе не стоит мешать! Но теперь я вижу, что надо было! Я чувствую себя ужасно! Что-то не похоже, что ты переживаешь! Так лучше! Минутку! Ты что, советовал не звать Искорку только потому, что хотел ее огорчить? Да? Конечно, нет! Эта ревность была счастливой случайностью! Мы все должны согласиться, что принцесса Дружба получила ценный урок, что даже она может ревновать! Она должна признавать подобные чувства, а не делать вид, что у нее их нет! Чувствовал я хоть капельку ликования, когда смотрел, как она пытается повторить наше веселье во имя науки! О! Определенно! Но важно понимать! Я и не думал вызывать в Искорке ревность! Прежний я точно попытался бы это сделать! Апельсин, вы рады, что я изменился? Я сказал... Апельсин, вы рады, что я изменился? Апельсин, как те, что на ферме Эпплджек в эти выходные! Нет? Ничего? Серьезно? А я думал, что это смешно! Да, нет, Дискорд, кажется, эти шутки уже замылились. Теперь они смогут нас развеселить только под заклятием! Перестань! Нужно быть безумной, чтобы думать, что он так поступит! Что ты скажешь, Пинки? Что нам надо выпить какое-то зелье, чтобы снять заклинание? Что? Что смешного? Перестань, Дискорд! Нам надо разжевать тебе шутку! Я, 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 я не понимаю. Может, кто-то скажет, что в этом смешного? Эй, кто-нибудь! Алло! Я с вами говорю! С тобой, с тобой и с тобой! Что смешного за клятие? Я не понимаю. Мне кажется, я лишний. И мне очень грустно. Прости, дружище. Тебе надо было быть там. Чай, куртки, сумки, постельное белье в скатке. О, незапланированный отпуск только для нас двоих. Фу, как заботливо! Я слышал о Пуарто Кабальо. Чудесен в это время года. Там уж не песок, как сахарная пудра. О, принцесса Селестия берет нас в поход с ночевкой в Якиякистан. Я только что узнала. О, значит, чая сегодня не будет. Что ж, ладно. Я пойдусь. Не очень ты хотелось. Если ты ищешь, чем заняться, можешь провести вечер со Спайком и Большим Маки. Ты не шутишь? Они очень милые. У них есть секретное занятие на случай нашего отъезда из Пони Виля. Впрочем, все пони о нем знают, так что оно не такое уж секретное. Тебе будет с ними весело. Весело? С помощниками? В таком случае мне придется притвориться своей полной противоположностью. Та дела! Я полная противоположность Дискорда. И я хочу дружить со Спайком и Большим Маки. Уверен, мне будет весело с ними. Послушай, что я тебе скажу умник. Я противоположность Флаттершай. И мне надоело все время быть милашкой и тихоней. Давай я объясню это как-нибудь попроще. Я великолепный. А они... Я уже забыл, о ком мы говорим. Видишь? Я лишь хочу сказать, что у тебя есть возможность расширить круг своих друзей. Конечно, если ты не боишься, что им не понравишься. О, пожалуйста. Только не пытайся взять меня на слабо. Ты выше этого. Новые друзья не помешают. Ладно, буду иметь в виду. Может, лучше я поеду с тобой? Я полагаю, настало время прощаться. Желаю тебе замечательного путешествия. Дискорд. Я не виноват. Эта новая железная дорога ведет к действующему вулкану. Похоже, тебе придется остаться. Где чувство юмора? Я взяла скатку, куртку, некрасивые, но удобные ботинки. Эээ, я ничего не забыла, Пинки Пай. Ты ведь у нас эксперт по Яке Кистану. Нет, я захватила еду для Йети. Разве я не говорила, что на леднике живет Йети Паниет? Будет очень весело! Те, если он нападет на нас, я из этого Йети сделаю конфетти. Кое-кто торопится поскорее нас спровадить. Не перевеселитесь тут без нас. Держу пари, ребята, у вас большие планы. Да, Спайк? Понятия не имею, о чем ты. Но даже если бы имел, то точно не стал бы обсуждать это с вами, девчонками. Пока! Пока всем! Может, подойдем? Не знаю, что сказать. Может, подождем, пока он подойдет первым? Да. Прекрасная статья, да? Только не подходите, пожалуйста, только не подходите, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. О, приветствую вас, друзья! Остался бы поболтать, но что-то не тянет. Постой! Эм... Мы хотели спросить... Ты сегодня вечером не занят? Началась. Ты не хочешь, ну, не знаю, повеселиться? Тебе ведь это свойственно. О, друг Искорки и однословный брат Эпплджек. Я очень сожалею, но сегодня вечером я ужасно занят. Похоже на мальчишники будем только мы с тобой. Мальчишник, ты имеешь в виду шумную бесшабашную вечеринку? Яркий костюм и танцы в стиле сфинк? А что-то вроде того. Тебе точно стоит прийти. Втроем гораздо интереснее, чем вдвоем. Ого, ага. Вообще-то звучит довольно заманчиво. Жаль, что ты занят. Что ж, полагаю, мне удастся выкрыть для вас время, если я перенесу пару важных встреч. Джон, дорогая, будь добра, перенеси встречи с Луной и Кей-Кей. Так, я зову принцессу Селестию, вот умора. А лучше освободи весь вечер. Сегодня мальчишник. Эти ребята пригласили меня, чтобы я добавил вечеринки класса и огонька. Ага. Сегодня будет лучшая ночь в нашей жизни не только потому, что вы будете греться в лучах моего величия. Мне нравится греться. До встречи в замке Искорки. Веселье начнется после заката. Веселье начнется, когда я приду, но я постараюсь успеть к закату. Азио, приятеля. Все, солнце опустилось. Повторяю, солнце опустилось. Объявляю мальчишник сегодняшнего вечера официально открытым! Да! Мальчишник! О да! Оторвемся! Как всегда! О да! В чем дело? Сообщаю вам о долгожданном прибытии в замок духа хаоса, дисгармонии, властелина беззакония, сеятеля смуты, создателя беспорядка, глашатая бедлама, тан-тан-тан-тан-тан-тан! Дискорда! Ну, перейдем к делу. Я составил список самых хулиганских заведений Пони Вилля. Он довольно короткий. Мы остаемся здесь. Надеюсь, ты любишь веселые игры. Игры? Просто обожаю! Я в них мастак! Угадай известного Пони. О, это совсем просто. Кто я? А? А? Да будет вам! А, я говорила о настоящей игре. А, например, запереть лучших друзей Пони в лабиринте и настроить их друг против друга. Да, было время. Не совсем. Жди здесь. Что бы это ни было, оно станет лучше, если добавить меня. Можно! В мире, где вовсю царствует зло, маленький отряд воинов противостоит силам тьмы. Это Огры и подземелья. О, похоже, это... Лучшая в мире игра, ты прав. О, да. Огры и подземелья – это приключенческая ролевая игра. Наша цель – победить злого кальмара-мага. Или, как мы его зовем, кальмага. Кальмаг взял в осаду последний свободный город Спайк-Топии. Это название страны. Он похитил прекрасную принцессу-единорога Смарити. Э, это вполне нормальное имя для Спайкотопии, так что не обращай внимания. Не беспокойся, о твоих романтических мечтах я никому не расскажу. Сперва тебе нужно создать персонажа. Имя? Как насчет Дискорд? Смысл игры в том, чтобы вообразить себя тем, кем ты не являешься. Я Гарбункл, известный волшебник. Все испытывают ко мне глубочайшее почтение. Прям как в реальной жизни. Ладно, не завидую. Я волшебник тридцатого уровня. Мои сильные стороны – это интеллект и восприятие. Да, да, слушаю. Персонаж Большого Маки – сэр Макбиган. Темный рыцарь-единорог двадцать седьмого уровня из замка Чедвик. Продолжай. Когда его король стал союзником Кальмага, сэр Макбиган не согласился запятнать свою честь. Нет, я весь внимания. И у них не осталось выбора. Волшебник и сэр Макбиган поклялись избавить Спайк Топе от злющего Кальмага. Итак, имя твоего персонажа? У меня и так лучшее имя на свете. Зачем мне менять его на какое-нибудь Капитан Вуз? Капитан Вуз. Принято. Кем будешь играть, Капитан Вуз? Есть лучники, маги, разбойники. А давайте сделаем перерыв, выйдем наружу и повеселимся. Бонни Вильсан себя не выкрасит в красный. Тебе понравится, стоит только начать. Как насчет лучника? Звучит так же убого, как и другие варианты. Так что, ладно. Сэр Макбиган, вы готовы погрузиться в мир Ограф и Подземелий? Да. Дискорд? Или мне следует сказать Капитан Вуз? Готовы? Да начинай уже! Мы оказались в ловушке в подземелье злого кальмага. Решетка крепко заперта. Решетка существует лишь в нашем воображении. Неужели? Ты описываешь вещи, а потом мы притворяемся, что они реальны. Они реальны. Только в нашем воображении. Первый ход твой. Что будешь делать? Прокляну себя за участие в этой адской затее. А, ты имеешь в виду игру, да? Ты можешь делать, что захочешь. А я брошу двадцатигранник, и мы проверим, удалось ли тебе это. Я просовываю голову через пруть и требую немедленного освобождения властелина хаоса. Ты очень рискуешь. Для успеха должно выпасть хотя бы семнадцать. О, плохая идея. Стражник разозлился. Здесь есть заклинание. Я превращаю его в морковку. Тебе не хватает одиннадцать очков интеллекта, чтобы наложить подобное заклятие. Мне не хватит интеллекта? Я все равно наложу заклятие, потому что это глупая игра. Заклятие отрикошетило. Твои когти обросли листвой, и ты превратился в морковку. В морковку. Стражник хохочет. Он зовет своих друзей, они тоже смеются. Не смей надо мной смеяться, большой мать. Там и правда так сказано. Дай посмотрю. Чем больше ты сердишься, тем сильнее все смеются. Я заточу сэром Адмигана в магический пузырь до тех пор, пока он не перестанет смеяться. Я же сказал, ты не можешь колдовать. Постой. Нет, нет, нет. Ха, мне не хватит интеллекта, умоляю. Прекращай, Дискорд. Эта игра просто невыносима. Давайте я покажу вам настоящий мальчишник. Вот она жизнь. Джаст-танцы, лучшие столы, что можно наколдовать. Это и есть настоящий мальчишник. Я прав, ребята? Э-э-э, да. Возможно, у тебя это вышло случайно, но этот стол идеального размера и формы. Я так не думаю. Давай выпьем. Шоколадный коктейль? Нет, мы хотим вернуться к Ограм и... О, а как насчет другой игры? У тебя очень плохие карты. Хватит нас мучить, мы хотим... Танцевальный конкурс! Сюрприз! Мы победили! Дискорд! Да? Слушай, нам все это не нужно. Мы хотим играть в свою игру. Если не хочешь с нами, можешь сесть и посмотреть. Сесть и посмотреть? Ладно, мы сыграем в вашу игру. Готовы ли вы погрузиться в мир, Огров и Подземель? Сэр Макбиган? Э-э-э, да! А я... Гарбункул? Это значит... Потрясающе! Мы в игре! Гляди, что я могу! Хат-дам! Мальчишник! О, да! Мы в игре! О, е-е-е! Дискорд! Ты где? Это здорово! Ты сделал игру настоящей! Ха-ха-ха! Так ведь гораздо интересней! Нам стоит пугаться его зловещего голоса? Препещите! Перед вами кальмак! О! Не стоит благодарности! В атаку! Бежим! Вы оказались на поле боя! Потоки стрел летят в вашу сторону! Если выпадет 15 и больше, щит защитит вас! А если 14 и меньше, ха-ха! Да вам не сдобровать! Да! 17! Повезло! Дискорд! Сэр Макбиган, на вашем месте я защищал бы вход. Это уже не смешно! Разве не этого хочет каждый игрок? Жить своей игрой! Вот так! Я чувствую боль! И вполне реальную! О, как мило, что ты заметил. Такие небольшие детали добавляют жизни альтернативным измерениям. Ты не заметил? Дискорд! Это просто кошмар! Конечно, кошмар! Спектопия станет моей, и я возьму в жены Рарити! То есть, смолити. Зачем ты это делаешь? Ты плохой! Если я плохой, почему вы меня пригласили? Потому что нам стало жалко тебя! Потому что... Что? Мы целы, целы! И это не твоя заслуга, Дискорд! Вам стало жалко меня? Ну, конечно! Флаттерша сказала, ты умолял ее остаться, а когда поезд отошел, ты стоял на станции совсем один! Да, так не может быть! Это я должен жалить вас, потому что я это я, а вы это вы! Мы пригласили тебя из вежливости! Вообще-то ты... странный! М-да! Я испортил мальчишника, вы даже не сочли меня классным! О-о-о! Какое позорище! Я пойду! У меня много других друзей, которым надо заглянуть! Отлично! Да, очень много других друзей! А-а-а! Прощайте! Волшебник Горбунку и отважный сэр МакБигган! Пусть вам улыбнется провидение! Вы избавитесь Пайктопию от ужасного кальмага! А-а-а! Когда я так говорю, игра кажется не такой уж и плохой! Что ж... Ох... Так ведь лучше, правда же? М-да! Потому что теперь он нас не побеспокоит! Он будет сам по себе совсем один! Без всяких друзей! М-да! А-а-а! А-а-а! Мы оказались в ловушке в подземелье злого кальмага! Решетка крепко заперта! А-а-а! А кого я обманываю? Надо дать ему второй шанс! К-к-к-к! Капитан Вулс! Выслушите меня! О-о-о! Вы осознали, какой я потрясающий, что рядом со мной вы выглядите более классными! К-к-к-к! О, нет! Я не это хотел сказать! Совсем другое! Я... 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 Тебя не слышно? Нет! Я пытаюсь сказать, что мне жаль, ясно? Мне жаль, что я испортил вашу игру и что думал, будто я лучше вас! Теперь давайте поиграем, пока этот вечер совсем не расстроился! М-да, может, все же возьмем его... С ним будет весело... согласен! Что, если мы забудем о поле и карточках? Я хочу сказать, игра в живую нас порядком напугала! И все-таки это было здорово! Так что... Мы с Большим Маки хотим спросить, ты не мог бы сбавить накал хоть немного? Замечательный панк! Какой панк! Замечательный! Я тебя прикрою, капитан Бутс! Горбункул, давай-ка вместе! в яблочко! Отличный выстрел! Мальчиши, а да! Замечательный! А да! Давайте просто закроем дверь и дадим им закончить, чтобы это не значило. Но нет! Вы видели меч Большого Маки? Я присоединяюсь к ним! Да! Не знаю, что это, но выглядит супер-пупер здорово! Мальчишник! 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 Девушки可以